я в эфире показывает набираю комментарий на пусть останутся на ныне будет еще план я вас уже набрал и я уже себя вижу там уже идут комментарии вам слышно данного вам слышно да я слышал вас я вас уже набрал я в эфире так что ждем здравствуйте уважаемые друзья мы сейчас ждем что к эфиру подключится нурлан туреханов вот опыта у меня проведение эфира в instagram еще нет мы изучали возможность прямого эфира в ютюбе выяснилось что там какие программы уже ликвидированы ну собственно вот хотели чтобы был именно действительно прямой эфир чтобы я видел комментарии если это возможно так нурлан вот туреханов как раз мы делаем вот поэтому вот здравствуйте мы с вами сегодня проводим в эфир в инстаграме во всяком случае не слышу вообще не слышите да я вас слышу я вас хорошо слышу я не слышу вас я вас слышу значит звук может быть у вас хотя я вас же слышу почему так я вас я вам пишу я вас слышу я вам пишу телефон опа вы пропали пропали так друзья мы просто что называется первый раз проводим такого эфира именно в инстаграм поэтому просим извинить что вот такие технические моменты у нас присутствует начать ему эфир добавить кто-то зашел в эфир и спрашивает кто это так еще раз попытаемся ожидание да странно я не нурлан мы никогда вот такие эфиры не проводили чтобы почему-то риханова нету добавить так то халон рантур хана вы теперь меня слышите на нас хорошо вы меня да я вас слышу очень хорошо слышу ну что уважаемые друзья я хочу поприветствовать нурлана тариханова я сразу скажу что мы с ним к сожалению не знакомы но я заочно знаком читал его посты тюрьме мы мои родственники зная мои пристрастия присылали именно разные посты которые мне скажем раскрывали какие люди у нас в стране есть поэтому я с большим удовольствием читал но к сожалению когда я начал активно заниматься после выхода из тюрьмы политической деятельностью стал реже читать вот вчера случайно сидя за компьютером увидел пост нурлан тариханова он мне показался таким интересным и с учетом того что он преподавать а я бывший преподаватель в том числе у меня возникла идея подискутировать с нурланом и как учебный пример разобрать туильную ситуацию потому что ну нурлан не занимается профессиональной политикой как я я хотел бы вот в результате этого обсуждения той или иной темы чтобы мы могли скажем раскрыть тему вопрос даже не в том чтобы кто кого победит потому что здесь немножко другая форма мы не являемся политическими оппонентами вот такой случайный у нас разговор произошел только потому что я скажем слежу за публикациями за его мнением я сразу хочу сказать следующее что формат беседы следующий три минуты мы договорились с нурланом на выражение позиции но может быть чуть больше если кто-то затянет вот у меня будет здесь стоять секундомеры я буду говорить что три минуты стекло но не жесткой форме как обычно дебатах происходит на может быть вы многие думаю что еще не читали не смотрели вот этот собственно ваш пост почему собственно что явилось результат на того что мы сейчас с вами в эфире может быть вы откомментируете изложите коротко свою позицию то что вы написали посте сейчас минуту какую часть откомментировать но вы частности сказали что вы выяснилось что поддерживали хасанова посмотрели мой эфир и да все помнили так ситуация складывалась таким образом что вы своих последователей как бы будем говорить так отозвали от этих выборов получилось так а когда это ведь тоже люди да то есть они делая вот этот вот транзит власти они допустили на самом деле как мне показалось очень такую большую ошибку что допустили хасанова и весь народ пошел не знаю что он в смысле человека карты пошел за ним и я думаю что надо было всем включиться всем и ваши последователи вообще всем 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 людям которые против власти выступает против администрации нашей сегодняшней не люблю слова власть вот и нужно было просто объединиться потому что ситуация складывалась таким образом что мы могли все кто против противники до этой администрации могли сделать так что практически на всех участках было преобладающее количество голосов за касанова и неважно что он человека карты но после того как он уже стал бы президентом с этим президентом с касановым уже можно было бы разговаривать по-другому потому что у него ну это уже другой человек вот собственно суть была да ну давайте начнем с вопросов уточняющих с моей стороны когда говорите аккорда это тоже люди у вас это как власть принадлежит неким людям в аккорде или все принадлежит одному человеку давайте уточнимся когда вы говорите ахкорда ахкорда тоже людей вы кого имеете ввиду словно принадлежит одному человеку она принадлежит назарбаев но когда я говорю аккорда это люди которые организовывали этот транзит власти люди которые говорили что мы оставим касаново мы Следующий уточняющий вопрос, Нурлан. Эти люди осуществляли транзит в власти или Назарбаев? Это было желание Назарбаева, а техническую часть делали эти люди. Окей. И большой ли список этих людей? Как вы считаете, вы можете предположительно назвать этих людей? Предположительно, пусть даже не точно. Ну, я думаю, что... Ну, в смысле, идейный какой-нибудь узел может быть человек 5-10, а вообще... Ну, лучше персонали. Пусть даже одного, второго, третьего. Я вообще не знаю. Ну, может быть, Тажин, Карин, еще кто-то. Окей, хорошо. По персонали мы определились приблизительно, что вы думаете, что вот есть круг людей, энное количество, там 10-20, которые выполняли техническую функцию по так называемому осуществлению транзит в власти. Хорошо, теперь следующий вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот, собственно, допуск Касанова делали именно они. Следующий вопрос. А есть ли транзит власти? То есть власть, вы сейчас считаете, раз это был период транзита, принадлежит такая, вы так понимаете, да? Ну, сейчас этот транзит не произошло, он мог произойти. Ну, то есть, хорошо, давайте будем принимать слова. Не-не-не, давайте мы точно... Я же, понимаете, политик и, извините, еще и физик-математик, да? И точность, она очень важна. Когда говорите, что Назарбаев решил, а все остальные были его технические исполнители, то есть Назарбаев решил осуществить транзит власти. Правильно? То есть все остальные Касанов и другие, это были фигуры, которые должны были этот транзит власти сделать так, как считает Назарбаев. Кто принимает решение? Декорировать его, да. Декорировать. То есть Назарбаев построил модель так называемых, в кавычках, транзита власти. И в этом транзите он должен был играть какую роль? Никакую, да? То есть главным должен был стать Такаев. Вы так считаете? По их мнению, да. То есть Назарбаев делал транзит власти так, чтобы стал ключевым человеком во власти, человек, который принимает решение, был Такаев. Я правильно вас понял? Ну, в принципе, да. Ну, то есть вот, чтобы он занял ту позицию, которую он занимает сейчас. Нет, нет, нет. Абсолютно так. Транзит власти, это предполагается передачей власти кому-либо и полной передачей власти. То есть Назарбаев задумывал... Хорошо, хорошо. Давайте, раз уж вы совсем математик-физик, да, то он делает имитацию транзита власти. А вот, да вот это очень важный вопрос. То есть Назарбаев не делал и не думал осуществить транзит власти, он хотел симитировать транзит власти. Правильно я говорю? Да, да. Окей. Теперь, и вы понимаете, что для того, чтобы эта имитация произошла, он внес конституционные изменения, поправки в закон. Сделал Совет национальной безопасности не консультативным органом, а реальным в соответствии с Конституцией. Он себя навечно назначил Председателем Совета национальной безопасности. Он взял, вбил в Конституцию такие полномочия, которые лишили президента любой власти. То есть Акимов, министров, правительств, депутатов назначает он. То есть он заранее это все задумал, правильно? Да. И все эти технические исполнители, которых вы не смогли назвать, только предположительно, они должны были эту задачу реализовать. Правильно, да? Да. Теперь вопрос следующий. Он это сделал? Да. Тогда еще один вопрос. Вы говорите, что власть сделала ошибку. А в чем ошибка, если они все, что планировали, все сделали? Допустили к выборам Косанова и сделали. И в чем была ошибка тогда? Они же добились задачи своей? Хорошо, хорошо. Теперь говорю я. Ошибка была в том, что они выставили Косанова на эту президентскую гонку. И они не предусмотрели, что люди все, допустим, 80% людей могли бы пойти и проголосовать за Косанова. Вот этого они не предусмотрели. Ну а почему вы решили, что 80% пошли бы? В случае, если бы вы не останавливали своих людей, и если бы все люди разумные провели бы хорошую агитационную работу, он бы набрал свои 80%. Потому что реально, реально, действительно все против действующей администрации. Хорошо. Давайте мы пойдем другим путем. Мы все ваши 80% тоже положим в реальных людей, то есть в численность. 80%... У нас избирателей в стране порядка 12 миллионов человек. Да. 80%... Ну это грубо 10 миллионов человек, правильно? То есть 10 миллионов человек могли пойти и проголосовать против нынешней власти. Грубо. Нет, из тех, кто пришел голосовать, то есть пришли голосовать, ну реально пришли голосовать, во всяком случае в Алмате, около 30%, да? Хорошо. Могли бы идти 50%. Вот из этих 50 пришедших, это получается 4 миллиона, да, или 5. В Алмате живет 2 миллиона человек, даже если считать, что голосовало 1 миллион человек, то есть вы хотите сказать, что, ну там почти 800 тысяч человек, или там сколько, а, 80%, да? 1 миллион 600 тысяч человек. 1 миллион 600 тысяч человек проголосовало бы против такая, вот так я понимаю, да? То есть вы просто гипотетически не допускаете этого? Я просто хочу, я же вашу мысль кладу на цифры. И чтобы вы сами сказали, вы точно это... Давайте сейчас, одну секунду, давайте я скажу, ну чтобы лишних вопросов не было, я хочу сказать, что если бы все люди, включая вас, включая других, которые организовали и провели этот бойкот, если бы они пришли на эти выборы, то у Касанова было бы большинство, потому что даже с этим бойкотом он ходил вот так вот. Когда по всей стране, когда по всей стране, на всех участках были бы наблюдатели, на всех участках все бы знали, что Касанов победил, то власти уже деваться некуда было бы. Произошло бы очень сильное напряжение, напряжение в массах людей, то есть в обществе произошло бы, то есть все бы говорили, все, Касанов победил, Касанов победил, все бы об этом говорили, и произошел бы огромный выброс энергии. И вот в этот момент ВАСа же ничего не могла сделать. И даже председатель Совбеза ничего не могла сделать. Хорошо, давайте по-другому пойдем. Вот вы говорите в своем посте, что 30% как минимум наших последователей, по сути дела, вышли бы на улицы в день, когда было голосование. Вот представьте, что в Алма-Ате голосующих был миллион. 30% 300 тысяч человек. То есть это 300 тысяч человек вышло бы на улицу. Вы так хотите сказать, да? Это только наши последователи. В день 9 июня, 10 июня, не важно. А не было бы необходимости выходить на улицы, потому что выиграл бы Касанов. Да, но вы же знаете, что итоги выборов фальсифицируются. И как бы он выиграл? Мухтар, если бы по всей стране 80% избирательных участков победил бы Касанов, и люди бы это видели, люди бы этого знали, на следующий день выходить никуда не нужно было. Да, но для этого должна была бы активность избирателей. До этого они должны были бы готовы бороться и все прочее. Вот, собственно, о чем речь? Активность избирателей, которую вы остановили. Нет, на самом деле вы прекрасно должны знать и понимать, что той самой активности и той самой сознательности его не было и нет. Если бы она была, если бы действительно у нас были такие сторонники, которые активно готовы бороться... Ну как, вот сейчас вы как физик, математик делаете очень огромное допущение без всяких доказательств. Зачем? Я могу... Я же почему... Вы же сами это избегаете вот в такого формата. Я хотел взять, просто посчитать, положить на цифры то, что вы сказали. 80%. 80% от миллиона, это 800 тысяч человек, должны были в Алма-Ате выйти на улицы. 800 тысяч человек, недовольные итогами выборов. Я не говорил выйти на улицы. Я говорил о том, что 80% людей, избирателей, которые бы увидели, что действительно на всех участках победил Касанов, на следующий день уже не нужно было выходить на улицы, потому что избирательного комитета, который видит, что по всей стране произошло так, у него не было бы возможности отменить эти выборы или что-то сделать. Да вы просто бы бюллетени... Вы просто бы увидели бюллетени уже с другими цифрами и все. Там сколько бы... Ну, собственно, как и произошло по всему Казахстану. Касахстану накидали нужное количество и все. Нет. Вы же помните историю с украинским президентом, когда пытались... Каким? Ну, вот оранжевый революционер. Это 2004 год. Как его фамилия? Ющенко был 2004 год. Ющенко, да. Ющенко. Да, но, Нурлан, в 2004 году в Киеве на улице стояло 2 миллиона человек. 2 миллиона человек, даже когда итоги выборов предварительно начали озвучивать динамику, уже в самом Киеве на улице стояло 2 миллиона человек. Вот, Мухтар, вы же чувствуете, да, что когда весь Киев проголосовал за Ющенко, они вышли защищать свои голоса. Нет, не в этом дело. Здесь Киев, 2 миллиона человек, они отдали голоса за Ющенко, и они знали, что это действительно так. И они тогда вышли на улицу. На улицу не выходит народ просто так вот по расписанию, как вы говорите. Давайте выйдем там 8-го, давайте выйдем 28-го. Это для того, чтобы выйти на улицу, должно быть какое-то очень большое событие. То есть все люди проголосовали, отдали голос за Ющенко, или в нашем случае за Касанова. На следующий день что-то произошло, и выдвинули другого Такаева, тогда народ выходит на улицу. Нет, нет. Когда человек... Украина не так было. Сейчас, одну секунду. Дайте мне 3 минуты. Да, пожалуйста. Народ выходит только в том случае, когда происходит какое-то событие, которое задевает всех. Ну, как минимум 80%. И если бы 80% голосов людей в Алма-Ате и вообще по всей стране отданы были бы за Касанова, тогда бы народ вышел на улицу, если бы была в этом необходимость. Я думаю, что даже необходимости не было бы выходить на улицу. А выходить по расписанию, это неправильно. Это никого не зажигает, не вставляет. Ну, что такое? На работу ходить, что ли? На самом деле, Нурланд, люди в Украине, вы, наверное, не знаете историю, каким образом все это организовывалось. Да, но я как раз откомментирую. В Украине люди, прежде чем вышли на огромный митинг, там шла предварительно длительная борьба, шла агитационная работа, очень много работы было сделано в регионах, там активность была высочайшая. Надо было проводить агитационную работу. Вы просто торпедировали, в смысле, вы сорвали выборы, которые могли бы произойти. Хорошо, вот смотрите, еще раз я говорю, должна была быть агитационная работа, и люди должны быть очень активны при этом. То есть, если даже мы проводим активную работу, мы еще не добились того, чтобы действительно десятки тысяч людей осознали необходимость перемен, не просто осознали пассивно, сидя дома, а осознали своими действиями, реально выходили на улицу, как, собственно, было в Украине. Именно поэтому состоялась революция 2004 года. Украине было, что защищать. Было, что защищать. Они отдали уже свои голоса, они вышли защищать свои голоса. Что защищают те люди, которых вы призываете сейчас на улицу? Ну ладно, в Украине все было раньше. Я говорю еще раз. Активность людей, прежде чем вышло 2 миллиона, она была суперполитизирована и длительный период. Там другая ситуация. Давайте мы по-другому тогда пойдем. Скажите, пожалуйста, вы знали, что Касанов, вступил в сговор с властью? Или понимали ли это? Ну, конечно, я прекрасно понял. То есть, ну, в классическом понимании, он политический мошенник, правильно? Он обманывал людей. Он вступил в сговор с властью. Он нам не был интересен. Он нам не был интересен, его, слушай, как его позиция. Он нам был интересен как альтернатива. Вот и все. Ну, хорошо. Вы хотите сказать, что вы знали, что он политический мошенник. Это все знают. Это, ну, к сожалению, не все, потому что были сотни тысяч людей, которые искренне верили, что вот он 20 лет в оппозиции, он какие-то ролики свои крутил и все прочее. К сожалению, это не так. Вот. Вы, наверное, понимали. Теперь просто вы хотите сказать, что вы знали, что он политический мошенник. И надо было сыграть с мошенником в игру. То есть, не власти с этим мошенником сыграть, а нам. Вы же понимаете, что так называемые исполнители, технические исполнители, теперь я попрошу вас три минуты. Вы же прекрасно понимаете, что если мы понимаем, что это политический мошенник, играли с ним, как вы проводили карту мизер и все прочее, играли не мы с ним, а власть с ним. То есть, они были с ним в сговоре, знали, где какие карты раскрывать. Поэтому они не делали ошибку ту самую, которую вы сказали. Они вместе с ним были в сговоре. И, собственно, в результате этого сговора он сразу 9 числа, не дождавшись итога выборов, объявил, я проиграл, поздравляю тебя, Хасан Жумар. Теперь смотрите, окей, собрали какое-то количество голосов. То же самое, он даже, не дождавшись итога выборов, сказал бы, я проиграл, я сдаюсь. И что дальше было бы? Мухтар, во-первых, у него не было бы возможности это сказать. Если бы он это сказал, уже выиграв, он бы уже не стал этого говорить. И люди бы ему не дали, люди бы его снесли. А зачем нам президент-мошенник, которого нужно тащить волокон? Мухтар, нам не нужен этот президент. Это была та ситуация, вот этот вот их спарринг администрации Касанова, там было слабое место, в которое мы могли вклиниться, и нам не нужно было бы играть с Касановым. Мы могли переиграть и тех, и других, и Касанова в том числе. Переграть можно с кем-то. То есть вы делаете ставку на лидера, который возглавит народ. Народ и будет его волоком тащить за волосы, говорит, нет, ты наш президент, нет, ты не хочешь, но мы тебе не дадим, ты будешь нами управлять. Я так понимаю, что если речь идет о лидере, то лидер идет впереди народа. Генерирует, объединяет, все прочее. Но не бывает такого лидера. Народ вышел, а я за вами. То есть вы хотите сказать, что мы в результате сломали бы режим, поставили бы некое чмо, который все время пытался бы говорить, не, не, ребята, я вообще никто, звать меня никак, я просто в игру сыграл. Мы говорим, не, не, ты сиди, ты нам нужен. Ваши три минуты закончились. Давайте мы уберем слово лидер. То есть нам вот этот президент нормальной страны, он в принципе не лидер. Он чиновник, он выполняет свои функции. Это лидер, я не знаю, он в диктаторском государстве, первобытном общинном государстве есть, да, лидер, там, Спартак лидер, или македонский лидер. В нашем случае в нормальных государствах люди вообще не знают, кто их президент на сегодняшний день. Они заняты своими делами, у них хорошая жизнь, у них есть полная свобода. Он нам не нужен был как лидер, нам нужен был как функция, просто функция. И вот функция, которую бы выполнял, которую бы выполнял Касанов, это уже была слабая функция. И с ней мы могли бы уже работать. Ну ладно, функция для этого, что функция была, у него есть элементы, которые должны соответствовать этой функции. Ну, например, какое-то, ну, допустим, дерево, условно говоря, или деревянный какой-то предмет, или стул, у него функция стула, он крепко держит, вес там, все прочее. Так вот, у президента или лидера, или премьер-министра, а лидером во всех странах присутствует, есть функция уметь профессионально исполнять свой профессиональный долг. Тот, который ему передали, дали возможность, назначили, не важно, как он называется. Но если он... функция у президента. Президент страны, вот в соответствии, ну, возьмем в мире, да, он должен просто быть сильным политиком, уметь быть организатором, ну, и в наших условиях он точно должен разбираться в экономике, точно. Он должен быть организатором, он должен вести людей, должен иметь команду, он должен обладать определенной волей. Вы не правы, когда говорите, что в мире не знают своих лидеров. В мире-то как раз и знают. Знаете, такой Трамп в Америке, прекрасно знают. И в Абранции знают своего премьер-министра и президента, прекрасно знают, потому что они найдут на выборы, голосуют, борются, конкуренты, открытая борьба. Это в нашей стране могут не знать, потому что, ну, разницы никакой нет, кто там сидит. Потому что у него полная власть и народ отлучен от политики. Поэтому вы не правы. Лидеры, вот, если у лидера нет функции, качества, то тогда он не выполнит. Не надо повторять, что я не прав. Я знаю, что это действительно так. Ну, как может быть функция у человека? Ну, ладно, как можно говорить, что просто функция? Функция – это же не набор, а человек на это место должен прийти, эту функцию должен реализовать. Он должен быть профессиональным. Вот функция председателя Национального банка. Вы же не можете с улицы посадить человека, который не знает, что такое финансы, ценные бумаги, не знает регулирующие механизмы. Да, функция, ты его посади, он должен управлять заместителями своими, директорами департаментов. Если вам так понравилась эта тема, то возьмем царскую Россию, возьмем Николая II. Николай II – это просто чистая функция была. Так ведь? Он не разбирался в экономике, он не был лидером, он не был политиком хорошим. Это была просто функция. Это монархический строй. Функции там были. Был премьер-министр в частности Столыпин. Была все равно Дума. Были министры. в России собираются специалисты, которые разбираются в экономике, в этих международных отношениях и так далее. А он просто, он, конечно, не просто кукла, да? Но не надо говорить, что это лидер. Вот сейчас мы в Казахстане живем и говорим, вот президент нам сказал, и теперь, ну, у нас такое ощущение, в стране у нас так, что президент вообще разбирается во всем. Начиная там, когда сажать пшеницу и когда там стричь овец. И заканчивая там строить ЛРТ или не строить. Это вообще не его дела на самом деле. В нормальном государстве это не его дело. Ну ладно, я вам, если мы вернулись к монархическому строю царскому, я так скажу, там была построена глубоко эшелалированная система управления. Когда были губернаторы, представители на местах, местная власть, министры. Это система, которая строилась сотни лет. И если там даже царь был, то в этой системе машина уже работала. Понимаете? И в этом смысле ему, наверное, не нужно было быть суперспециалистом, действительно, потому что был премьер-министр, были министры. Это очень сложный механизм, который работал, функционировал. Понимаете? Поэтому вы зря там думаете, что вот он не должен никакими качествами обладать. Функция, определенное качество, если ты сажаешь человека на это место, на место водителя, он должен иметь функцию уметь водить. Если он этой функции не имеет, он тебя загонит в аварию. Ты же не можешь говорить, нажми на левый, нажми на правый, крути налево. Вы же не будете отрицать, что в нормальных государствах всеми этими вещами занимается премьер-министр? В нормальных государствах во всех. Все зависит от устройства. Есть устройства чисто парламентские, без должности президента? Хорошо. В некоторых государствах этим занимается премьер-министр, имея президента? Парламентская система управления предполагает или отсутствие президента, или присутствие. Но когда присутствует президент, у него усеченные полномочия. Вот в Германии. У него только представительские функции. И всем занимается действительно премьер-министр. Я не об этом говорил. Я говорил о том, что есть президент государства, у него представительские полномочия, и прочее, прочее, а вот экономикой, хозяйством занимается премьер-министр с кабинетом министра. В целом во всем мире именно так устроено. В целом именно так устроено. Но у них там выборы, нам Касанов предатель он или не предатель, он был неважен. Мы могли просто, когда приходит Касанов президентом, мы могли бы уже выбрать, сделать нормальные парламентские выборы, каким-то образом подействовать на то, чтобы собрался нормальный кабинет министров. В нашей стране все по-другому устроено. Когда вы приводите западные страны... Подождите, подождите, речь идет о том, что когда приходит Касанов, это уже не та наша страна, которая вот сейчас есть. Это уже другая страна. Это вы сейчас по понятиям пошли говорить, а я вам просто говорю, что юридический президент назначает правительство, назначает Акимов, назначает министров. Те страны, которые вы берете в качестве примера, западные, там такого нет. Губернаторы, их избирает народ. Я говорю, что когда пришел бы Касанов, мы могли бы сделать так, то есть работать с Касановым намного легче, в сотни раз легче, чем работать с Назарбаевым. И когда пришел бы Касанов, будь он предатель или еще кто-нибудь, мы могли бы подействовать на то, чтобы у нас появилось нормальное правительство. Вот о чем речь. Ну, в общем, Нурлан, я так понимаю, что вы считаете, что эта власть допустила бы к власти Касанова, что если бы мы поддержали бы, вышли бы, призвали бы своих сторонников проголосовать за Касанова. Да, если бы весь народ, весь народ, весь Казахстан вышел бы и проголосовал за Касанова, то председателю Савдеза уже деваться было бы не было. Хорошо, я скажу вам так. Если бы это было так, что достаточно было призвать народ и изменить режим, да, это стоило нам одного дня. Мы бы все вместе сейчас призвали, обращение бы сделали к народу. Смотрите, вы живете плохо. Мы показываем, как живет мир. Мы говорим, показываем, сколько украли и воруют. Мы все это показали. И говорим, а давайте быстро, быстро завтра выйдем, миллион человек, и мы быстро в один день без войны сменим режим. Но мы же прекрасно понимаем, что люди наши не выйдут. Даже если бы мы призвали проголосовать за Касанова, власть сфальсифицировала бы. Мухтар, вот здесь вот чуть-чуть недопонимание. Я не буду говорить, что вы не понимаете, как вы постоянно меня... Я один раз сказал. Вот здесь вот происходит недопонимание. Когда произошли... День выборов, день выборов, это день, к которому готовились на протяжении целого месяца или больше, я уже не помню. Как минимум месяц прошел. То есть, это день, на который все настроились. Именно в этот день это можно было сделать. А сейчас, сказав, что мы выходим 26 числа или 28, нет никаких... никакого триггера нет, вы понимаете? А там был мощнейший триггер. И была эта возможность. Триггер, он был относительный, потому что, если бы у нас было... Подождите, подождите, Мухтар, как относительный триггер может быть день выборов президента? Это был абсолютный, максимальный триггер. У нас, знаете, таких триггеров было каждые там 5 лет, 4 года, и ничего не происходило. Не происходило... У нас такого, Мухтар, еще раз, у нас это впервые, когда в выборах не участвовал Назарбаев. Это был первый случай. И что от этого зависело? Если бы люди все, даже при Назарбаеве, проголосовали бы против... Это зависит то, что приходит другой человек. И мы могли выбрать, всем народом выбрать Касанова, мы могли его избрать. И когда весь народ избрал, когда весь народ волнуется, разговаривает друг с другом, делится, поздравляет, если что-нибудь, с Абвеза уже деваться было бы некуда. Или же была бы большая кровь. Но для того, чтобы была, как вы говорите, большая кровь, люди должны были быть готовы выходить на улицу. Хотя бы на митинги. Правильно? Хотя бы на митинги. Но... Не, подождите. Когда весь народ обманули бы, да, вот на следующий день после выборов произошло то, то весь народ выходит на митинг, потому что у него есть эмоциональное вот это вот возбуждение, и есть очень большая причина. И потом они все, то есть весь народ объединен. В этом случае они выходят на митинг. Все основные митинги, посвященные там разным датам, праздникам, еще чем-нибудь, это просто... Ну, это просто ничто. Хорошо, Нуран, скажите, какой процент, на ваш взгляд, проголосовал за Кусанову? На моем участке 43 процента. Ну, в целом, по стране, как вы думаете? Я думаю, не меньше. Хорошо, возьмем 40 ваших процентов. Вот было избирателей, условно говоря, там 6 миллионов. Вот мы говорим, грубо, 2,5 миллиона человек проголосовало за Кусанову. Почему из них даже 20 тысяч не вышло? Возмущенных. Из 2,5 миллионов. 2,5 это большая цифра. Это большая цифра, но это не огромная цифра. Это не все. В любом случае, не все. Вы же понимаете разницу между 2,5 миллионов, раскиданных на 2,5 миллионов квадратных километров, да? И когда все, вообще все. Хорошо. В Алма-Ате живет, было избирателей минимум миллион, которые участвовало. 40 процентов, это 400 тысяч человек. Почему не вышло хотя бы 20 тысяч человек? Они потому, что по большому счету не было подавляющей победы. Вы не понимаете. Хорошо, я скажу один раз. Вы не понимаете. Одно дело, когда 40 процентов, 50 туда-сюда непонятно, да? И это совсем другое дело, когда все, когда все пришли и сказали, да, у нас будет другой президент. Вот и все. Что нужно, чтобы все пришли, скажите мне? Это очень же сложно. что день выборов, вы должны были сказать, ребята, это наш шанс, мы завтра выходим. Вот что нужно было сделать. И, собственно, мой пост был написан так, что это был у нас шанс один, который больше у нас такого шанса не будет в ближайшее время. И вот эти вот следующие выборы, это вообще, на сути, полная фикция, да, которые вот собираются парламентские, там, вот эти партии. И давайте мы уже перейдем к следующему, следующей теме. Ну, давайте я свою позицию просто скажу, что на самом деле люди не выходят, все вот так вот по щелчку и так далее, выходят только те, кто готов выходить по своим каким-то определенным соображениям, идейным. Так не бывает, чтобы вот так сказал, и все побежали. Для этого нужно, чтобы они были готовы выходить. Все выходят тогда, когда что-то задевает всех. Вот, допустим, в Чили всех задело, что там подняли на полтора раза проезд в метро, все и вышли. Что там произошло в других странах, там есть нечего, всем нечего есть, все и выходят. И это был наш случай, когда мы все бы, вы избрали бы, дали бы голос за Касанова, и тогда бы народ вышел. Но этой ситуации у нас не случилось. Ну ладно, это я просто скажу коротко, что это заблуждение. Давайте мы другую тему поднимем. Вот по поводу парламентских выборов. Вот создание нового парка. Подождите, вы так красиво резюмировали, то есть мы говорили... Я свое мнение сказал, я не резюмировал. Вы же предложили завершить эту часть, поэтому я просто, чтобы не упираться в эту тему, мы бы наши зрители послушали, я сказал, что я говорю свое мнение, не резюмирую, я не могу резюмировать, потому что мы имеем разные мнения. Я сказал свое мнение, что это заблуждение. А давайте вернемся к другой теме дальнейших выборов, парламентских выборов. Вот по поводу создания партии и так далее. Какой здесь вы видите выход, вообще что делать, как вообще дальше развиваться? Я не вижу никакого смысла в этих партиях и в следующих политических вот этих вот парламентских выборах, потому что ну все, теперь уже у нас калитка закрылась. И чего мы ждем? Что будем ждать? Ну, во всяком случае, я понимаю, что вы хотите спросить, во всяком случае, вот эти вот ваши призывы выходить на митинг, на улицу, ну, они ни к чему не приведут, потому что нету движущей силы, да, то есть вы строите фундамент, значит, здание на песке без фундамента, у людей нету, люди в принципе, ну, особенно в городах живут неплохо, да, плохо живут в маленьких городах, в поселках, но там нету критической массы для того, чтобы что-то произошло, а в Алма-Ате, в Астане, тем более, и в каких-то таких больших городах, им нет смысла выходить. Когда говорите, что люди живут хорошо, ну, я так понимаю, основная часть живет хорошо, ну, опять вернемся к цифре, 80%, то есть вы считаете, что большинство живет хорошо, хорошо это сколько доход на человека? Хорошо это в смысле, что, ну, более-менее, да, хорошо. Ну, давайте мы переведем в деньги, 100 тысяч тенге, 50 тысяч тенге, 300 тысяч тенге, на члены семьи, или на семью, там, лучше на члены семьи, сколько это вы считаете хорошо? Я думаю, что люди, у которых есть, скажем, условно, 50 тысяч на человека, они считают, что они живут хорошо. Ну, то есть, семья, из 400 тысяч на семью, это хорошо, да? Ну, я с этим не согласен, но они так считают. Окей, ну, давайте так посчитаем. Аренда жилья, сколько может стоить для семьи, вот, из двух детей, в Алмате? Ну, не знаю, понятен не. Ну, если платить просто за квартиру, то это тысячи... Арендовать. За скольки комнатную квартиру? 20 тысяч двух комнатных. Вы имеете в виду за услуги квартиры платить, да? Или за аренду? А, ну вот, а если арендовать? Арендовать, ну, наверное, тысяч 50-60. Ну, я думаю, что вот здесь люди пишут 70-80, ну, я много изучал, рынок, в зависимости от центра, около 100 и выше тысяч квадратных, около 100 и выше 100 тысяч тенге за квартиру. Ну, это у кого какие-то пики-то, где жить, да? Ну, какая-то убитая двухкомнатная квартира. Вот здесь люди пишут 80 тысяч, 100 тысяч пишут двухкомнатная. Вот пишут 100 опять. Это, это потом еще не центры, это убитый район. Вот представьте, что семья имеет 200 тысяч тенге, 100 тысяч отдает за аренду. Ну, не знаю, там, 20 тысяч, допустим, отдаст за услугу. Сейчас одну секунду. 50 тысяч на человека, я имел в виду, что вот 50 тысяч на человека, а не так, что мы сейчас вычтем за аренду, вычтем за школу, вычтем за этого, у них ничего не осталось. Ну, то есть, ну, 200 тысяч на семью вы считаете чистыми, то есть человек для этого должен зарабатывать 350-400 тысяч тенге? Ну, пусть не 400, пусть 300, да? Они вдвоем работают, по 150, вот. 300. Ну, я понял, да, то есть вы хотите сказать, что в Алма-Ате у нас, в принципе, люди зарабатывают в среднем на семью, 300 тысяч, имеют двух детей, в принципе, это нормально, да? Они так считают, да. Окей. То есть, у нас, в принципе, с учетом того, что люди, как вы считаете, живут, на их взгляд, хорошо выступать, никто не будет, не будет возмущаться, даже если мы будем разоблачать режим, показывать, что эти деньги, которые крадутся миллиарды, они могли быть распределены среди граждан, и была бы другая ситуация. То есть, это их не будет трогать? Это их не будет трогать, да? Их абсолютно это трогать не будет. Их и не трогают, потому что, ну, я же с ними разговариваю, вы нет, а вот я, ну, вы, наверное, тоже, но я как бы вживую совсем разговариваю. Они не ходят на ваши митинги, потому что, ну, во-первых, мне некогда, потом они, еще работает, значит, агитация, контрагитация против вас, которая там идет, что вы вывезли всю страну во Францию, и они не хотят ходить на митинги. А тогда, почему они бы пошли бы в случае с Касановым тогда? У них же все хорошо. С Касановым они пошли бы в том случае, почему, я еще раз объясняю, когда это касается всех, то они выходят. Вот как произошло в Чили, подорожание проезда в метро или там по общественному транспорту коснулось всех, и они просто вышли. Когда касается всех, то народ уже не боится. Здесь я немножко логику не очень улавливаю. Если тебе и так хорошо, тебя что-то ничего не касается, вот там Токаевли, или Назарбаев, ну тебе все равно, потому что это тебя не касается, тебе и так хорошо. Ну твой сосед может возмущается, ну и ладно. Я объясню. Если, допустим, завтра произойдет какая-нибудь очень сильная девальвация, допустим, там Тенгестань, равен там 800, то возможно выйдут все. Ну то есть нужен какой-то ужасающий кризис, ну голод одним словом. Ну да, если вдруг хлеб подорожает, там в пять раз, то выйдут все. Если там что-нибудь, не знаю, коммунальные услуги в 10 раз подорожают, то тоже все выйдут. Вот в таких ситуациях выходят все. А не так, что вы рассказываете, что кто-то украл 100 миллиардов, это 200 миллиардов. То есть вы хотите сказать, что в Украине были какие-то такие серьезные катаклизмы, и при том не одна, которые заставили людей миллионами выходить на улицу, да? Там немножко другой менталитет, ну во-первых, не миллионами, но там немножко другой менталитет, то есть там же с чего началось, то есть вышли студенты, школьники, ну не знаю, какая-то молодежь, а полиция их, значит, избила. И они вышли за своих детей. Сначала они вышли реально вступиться за своих детей, а потом уже они свергли. Нас, знаете, в школе учили, что такое повод и причина. Когда... Я в школе не учился, но так. Да, вы что? Так вот, когда там помнится известный эсминец еще в царской России, в Одессе, по-моему, даже, по-моему, Борнионс Потемкин, по-моему, извините, я не снимал фильм, да? И там нам в школе еще объясняли. Они возмущались, восстали, потому что был повод. Поводом было то, что похлебка была с червями. А причины были там, и объясняли, что вот царская Россия, там крайняя бедность, несправедливый режим и все прочее. То есть есть повод и причина. Так вот, если... Это очень хорошее было объяснение, правильное, классическое. Так вот, если вернуться к Украине, то, что там детей полиции сбивало, это был поводом, а причины были глубже. То есть людей не устраивала существующая политическая система, что Янукович захватил власть, подавлял права и свободы, и все прочее. Ну, если вот идти от повода и причины. Стар, вот вам в школе неправильно объяснили. На самом деле, Борнионс и Потемкин, они встали не потому, что у них там была тяжелая же... Ну, в смысле, царский режим и все такое. Они именно из-за того, что черви были в похлебке. Что были? Ну, в смысле, черви были в похлебке. Ну, понятно. Окей. То есть вы сейчас хотите, Нуран, сказать, что у нас будет только биологическое окно, когда кто-то помрет, например, Назарбаев, тогда, может быть, у людей появится какой-то мотив всем объединиться и двигаться. Так я понимаю, да? Да. То есть нужно просто жить в режиме биологических часов. То есть люди не должны организовываться, думать, думать о будущем, бороться с текущей проблемой, ну, какие-то себе мотивы находить, которые подталкивают действовать, да? То есть для этого, чтобы произошло, нужно, чтобы вот такое страшное событие, чтобы кто-то умер, например, Назарбаев. А в остальное время, что называется, ну, живи обычной жизнью. Нет, нет, нет. Я этого не говорил, Мухтар. Я говорю, что у нас была возможность, была открыта дверь, и мы в нее не вошли. Но вы написали, что надо ждать теперь биологического... Ну, поскольку мы этот шанс упустили, то сейчас вот следующие выборы, которыми, ну, готовится страна, и вы, я так понимаю, готовитесь, они вообще бессмысленны. Вообще вот абсолютно бессмысленны. Хорошо, Дуба, тогда давайте мы дальше уточнимся. Что же делать нам? В принципе, или вы считаете, что все страной хорошо, в принципе, можно не париться, что называется? Нет, ну, я, конечно, я так не считаю, иначе бы что бы я, зачем бы я с вами беседовал. Я понимаю, что надо... То есть изменения нужны нам, правильно? Ну, безусловно, да. А изменения какие? Вот мы что хотим? Мы хотим, чтобы высокий уровень жизни был, чтобы все было развито, как в ведущих странах мира. Я так понимаю, мы здесь одинаково понимаем, да? Те изменения, которые сейчас на себе ожидаете. И теперь вы говорите, что эти изменения нам нужно ожидать только в результате биологических каких-то действий. То есть кто-то умер, и все прочее. То есть нам, в принципе, выхода нет. Так вы хотите сказать, да? То есть и так все хорошо, взяло людям. Если совсем просто и тупо, то действительно так, да. Ну, на самом деле, я думаю, что нужно заняться образовыванием народа, да. Ну, чем я постоянно занимаюсь. То есть я рассказываю, ну, какие-то вещи, которые, как мне кажется, я понимаю. Может быть, нет. В некоторых случаях бывает, что я ошибаюсь, и вы мне сейчас хотите указать на это. Ну, то есть, видите, я просто пытаюсь выловить идею. То есть вы до этого сказали, люди не пойдут, потому что, в принципе, в целом они неплохо живут с их точки зрения, да. Ну, можно жить неплохо, наверное, на 20 тысяч тенге в сознании человека, если он неплохо живет, считает. То есть это так. И если они неплохо живут, то который бы их принудили, он, по-моему, пропал. по-моему, пропал. Ну, ладно, вы пропали. Надо сейчас соединить. Вам слышно сейчас, да? Что-то пропаливает. Да. То есть я пытаюсь резюмировать то, что вы сказали. То есть нужно, чтобы произошли грандиозные события, какие-то такие серьезные события, чтобы люди в единые порывы вышли. Раз. Ну, потому что они в целом в основном более-менее неплохо живут, как вы говорите, да. И второе, чтобы эти изменения произошли, сейчас, секунду, я пытаюсь вас резюмировать. Чтобы эти изменения действительно произошли, нужно образовывать людей очень долго, скорее всего, да. Ну, раз вы говорите, нужно ждать биологические часы. И образовывать, образовывать, никто не знает, до какого уровня образовывать. Так. И тогда, может быть, наступят события, те самые, которые мы хотели бы. Я вас правильно понял, да? Ну, да. Правильно. Наконец-то. Ну, на самом деле, конечно, я придерживаюсь, ну, не скажу, что не таких позиций, скажу, я просто скажу, каких позиций придерживаюсь. Образовывать действительно надо. Нужно показывать, что вся беда и причина в нашей стране, в политической системе, когда вся власть принадлежит одному человеку, когда власть узурпирована, первая. Вторая проблема, то, что народ действительно не очень сильно подкован, образован, подавлен. Он не борется за свои права. И значит, что нам нужно сделать? Первое. Изменить политическую систему, сделать такую, как на Западе, когда народ голосует, народ борется за свои права, народ штурмует власть, если она не работает на народ. То есть она должна быть, народ должен действовать решительно. Для того, чтобы народ решительно действовал, действительно нужно показывать, несправедливость, показывать перспективы, показывать высоты. Вот как чемпион, почему он хочет стать? У него внутренние мотивации есть, кого-то обогнать, догнать, стать сильным и все прочее. Вот поэтому я со своими соратниками организовал демократический выбор Казахстана. Что мы делаем? Мы действительно проводим агитационную работу, или как вы говорите, образовываете. Мы показываем разницу, которая есть в мире, и эта разница связана именно с политической системой. Что при этой политической системе невозможно ничего сделать. Придет Назарбаев, ушел он, придет Такаев, ушел он, еще кто-то, ничего не изменится. То есть мы должны просто полностью добиться смены режима, отстранить от власти политическую верхушку, потому что они полностью насквозь коррумпированы, потому что они не дадут провести никакие реформы. Никакой эволюции никогда не бывает. Сами себя никто не реформирует. Вот в чем разница. То есть вы ждете, вы говорите, нужно образовывать людей, и вдруг что-то получится, а вдруг это биологический ритм, вдруг это какое-то событие, которое раз, ах, я влюблен, или я влюблена, и побежали. Вот, это носит или нет, получается. Да, на самом деле мы хотим одного и того же. Так ведь? Согласен. Мы хотим одного и того же. Я просто говорю, что был у нас шанс, мы его сейчас упустили, вот прям реальный шанс. Я считаю, что это был реальный шанс, мы его упустили. А следующий шанс, когда будет, я не знаю, ну, я думаю, что может быть биологический шанс у нас будет, да, может быть еще какой-нибудь, но просто я не вижу смысла, я не отговариваю ваших, ну, я не имею над ними авторитета, ну, и вообще, как бы, у меня нет такой задачи отговаривать ваших людей, выходить на митинги. Я просто разговариваю с людьми, почему, ну, если ходят они на митинги, и если не ходят, то почему не ходят. И причина у них та, ну, которую я вам изложил, да, что они в принципе не хотят, чтобы стало еще хуже, и как бы нету такой вот, нету триггера выходить. Хорошо, ну, раз, смотрите. Просто для Павлязова их мало трогаешь. Хорошо, давайте я приведу один пример. Допустим, стоит машина, близи застряла. Мы понимаем, что один человек с ней не справится, два человека не справятся, даже 20 не справятся, если они не оказывают давление одновременно, да, не толкают машину. А когда они одновременно резко начинают двигаться, машина из грязи вылетает. Я вот так сравниваю нашу страну. Если... А теперь, а теперь, а теперь, теперь в этой машине с открытыми дверями сидит медведь. Ну, все то же самое, и теперь там сидит медведь. И вы говорите, о, ребята, пойдемте, пойдем, как кого-то, конечно, он загрязел. Да, ну, я говорю, да, я говорю, ну, конечно, мы, если знаем, что медведь, мы туда возьмем с собой что-то, чтобы противостоять этому медведю. Да, но собираться вокруг машины, там, скажем, на расстоянии 200 метров, чтобы успеть убежать и махать флагами, это вот, ну, не пыхает. Я, Нурлан, просто этот пример привел, чтобы показать, когда люди объединяются, реализация одной цели, задачей, и если в одиночку или там вдвоем, пятером, это не реализовывается, а когда резко объединяются, когда есть мотив, тогда решается сложность задачи, ну, в частности, машину вытащить из грязи. Нурлан, например, отлично работает, если машина пустая, отлично работает, но там сидит, не имеет. Нет, это не имеет значения, мы говорим о вытаскивании из грязи, мы говорим из грязи, я просто взял... Мы же все говорим аналогии с нашей страной, правильно? Да, я взял ассоциативный пример, когда просто люди объединяются, резко. Да, но медведь же есть, Мухтар, медведь же есть. Есть. Это другая уже ассоциация. Это уже другая ассоциация. Он загрызет несколько человек или нет? Загрызет, если они не имеют средства защиты и не могут обороняться, не могут нападать. они же не имеют средства защиты и не умеют обороняться. А нужно... А мы же, если говорить о нашем режиме, мы говорим, примеров много. Когда выходят на улицы десятки тысяч, всегда те, кто защищает режим, переходят на сторону народа. Всегда. Вот мы пришли как раз, сделали круг и пришли. Для того, чтобы вышло десятки тысяч, нужен сильный триггер. Нужно, чтобы люди были мотивированы. Нет. Ну да, то есть, это те же самые слова, но нужен сильный триггер. Понимаете, очень сильный, который... Триггер – это мотивация. Триггер – это мотивация. Если люди... Понимаете, количество не имеет значения. Когда кто-то предлагает, давайте на базаре соберемся, вы знаете, чтобы товар продать, ты можешь товар продать тому, кто готов купить товар. Если тебе утюг не нужен, и даже если ты со своим утюгом придешь, там, где миллион человек, будешь каждого уговаривать, тебе будут все шарахаться, потому что им никому утюг не нужен. То есть, люди должны быть мотивированы. Что значит мотивированы? Они должны быть четко для себя решить. С этой власти нам не по пути. Нам нужно добиваться смены режима. Мы ищем союзников, объединяемся. И просто так не бывает триггера. Триггер бывает среди тех людей, которые имеют единую мотивацию. То есть, они объединены вокруг одной идеи или нескольких идей. Здесь какие-то из них, они разделяют и готовы выйти вместе на площадь. Вот, собственно, когда вы говорите мотивация или там событие нужно. Вот оно событие. Вот смотрите, теперь возьмем ваш пример, Мухтар. И посадим там внутрь медведя. В случае, если просто медведь сидит и надо просто вытолкнуть машину, люди не будут подходить туда. Но если там, допустим, к примеру, в этой машине находится ребенок, маленький, ну и большой опасности, то тогда народ поварит. Вы же чувствуете разницу в три дня? То есть, когда есть что-то внутри человека, за машину он не пойдет. А за ребенком он может выйти. Ну, в общем, нужна мотивация. Правильная мотивация. Понимаете? У нас нету ситуации, что под медведем лежит ребенок. У нас была бы эта ситуация, если бы мы пришли все на выборы, отдали бы свои голоса и голоса бы наши забрали, тогда возникла бы эта ситуация эмоциональная. А когда этого нет, то за машину выталкивать ее никто не пойдет. Ну, вот вопрос. Вот вы сами как ДВК считаете экстремистской организацией? Ну, нет, конечно. Ну, а почему власть считает нас экстремистской организацией? Ну, на самом деле и власть не считает экстремистской организацией. Она просто вас так обозвала, потому что вы тогда в таком случае подпадаете под статью и всех можно сажать. Но есть же судебное решение, значит, она так считает. Мухтар, вы же понимаете, что у нас-то, что такое суд? Мы все-таки должны говорить, мне кажется, в едином формате. Если мы говорим власть считает, это оформляется в виде каких-то решений. Судебное решение есть, машина государственная, велиция полиции людей преследует, сажает тюрьмы. Значит, власть нас считает экстремистской организацией. То есть, а почему нас считает все-таки экстремистской организацией, как вы думаете? Мухтар, я еще раз говорю, она реально это на самом деле не считает. Она сделала это видимость для тех людей, которые плохо понимают, что происходит, и видимость для международных наблюдателей. Ну, если что, это вот так вот у нас там все-таки закрывается. Ну, то есть, вы понимаете, что это на самом деле просто как повод, чтобы не допускать политическую борьбу? Я так понимаю, да? Конечно, безусловно. Тут у меня просто... Вот здесь у меня разные вопросы есть. Ну, в основном, они все, конечно, политического характера, да? Но все-таки давайте мы будем завершать, у нас времени уже почти не осталось. Вот ваше видение, можете сказать, в концентрированном виде ждать, биологических часов или еще чего-то образовывать и просто вот сидеть и ждать или образовывать и ждать. Что нам нужно делать, чтобы добиться перемен? Я думаю, что, ну, во-первых, нам нужно объединиться всем. Всем здравомыслящим людям. То, что сейчас происходит на оппозиционном поле, ну, на реальном оппозиционном поле, там, ваше выступление, когда вы вчерашний, по-моему, прошлись по, будем говорить, оппозиционерам. Это, ну, в общем, никому не на пользу, ни вам, ни им, ну, и вообще никому. Я думаю, что нужно поменять отношения друг к другу, а поскольку реальных политических оппозиционеров... ...в прямом эфире. Друзья, здесь Инстаграм прервался. Мы сейчас буквально в пять минут завершим. Я думаю, нам просто нужно резюмировать. Мы дослушаем, что скажет Нурлан, потом я буквально минуту выше, по-моему, проскочил. Вот, Нурлан. Да. Ох, кто проскочил опять. Сейчас я хотел бы, чтобы Нурлан резюмировал свою позицию. Нурлан, я как раз говорю, чтобы нас тут оборвали. Я как раз хочу, чтобы вы резюмировали, потом я несколько слов и на этом завершить эфир. На самом деле, я вот реально не знаю, что делать. Ну, вы начали с того, что сказали, что у нас оппозиционеров мало, и что мы зря там, скажем, ругаемся между собой. Так я понимаю. Ну, это же не резюмирование, это просто как бы была такая мысль. Я просто не знаю, что делать. Я вижу, как уходят диктаторские режимы, и они уходят только в том случае, когда власть или сильно ошиблась, или стала слабой. Вот в этих двух ситуациях власть меняется. Нам надо или ждать, когда она станет слабой, то есть, это вот как раз биологические часы, про которые я говорю, или она должна сделать сильную ошибку. А просто, когда она сидит, она не меняется. Я не знаю, окей, давайте я теперь резюмирую. Что касается, что мы якобы конфликтуем с кем-то с оппозицией, я скажу, что это не оппозиция. Мы даже их ни на одном митинге не видели. Мы не видели ни одной их платформы, ни политической, никакой. Только вот Мамай единственное 26 октября один раз появился, точнее, да, 26 октября, и то только потому, что я сделал к ним обращение. Зачем вам ждать регистрации вашей партии, если у вас в программе написано, что свободу политическим заключенным. Выходите 26 октября. И поэтому он пришел как наблюдатель с телефоном, и его полиция почему-то не задерживала. Хотя Камилу Шоханову, которая вот только-только что называется девушка с болезнью ДЦП, появилась, ее загребли, нанесли ей травмы и так далее. Это уже называется пищей для размышлений. Оппозиция не та, которая сегодняшний день объявила, что они создают партию. И вот нужно с ними дружить. Вот я свое мнение по поводу так называемой оппозиции сказал, это не оппозиция. Это игроки, которые договорились с властью так же, как Русану Хосану 2. Второе. Что касается, вот вы говорите, что делать. Я на самом деле ясно представляю, то есть идти, если от позывов тех самых, что нужно, чтобы люди объединились, вы правильно сказали, нужно, чтобы объединились. Во всем мире люди объединяются вокруг какой-то политической идеи, программы и вокруг какой-то организации, которая является носителем этой идеи. В данном случае мы этот объединительный процесс проводим вокруг идеи построения демократического государства, свободного по образу США и ведущих стран мира. Первое. Это нормальная идея, просто ее нужно правильно донести. Второе, мы политическая организация... Вы же, вы когда говорите, все время имейте в виду, что вас в этом государстве объявили экстремистская организация, да? Вы знаете, вот вспомните... То есть, я закончу мысль. Раз вас объявили экстремистская организация, любые члены, которые входят, ну, их можно просто посадить в тюрьму на любой срок. Пока ни за что. Да, Нурланд, я... Вы же имеете в виду, что мы находимся в диктаторском государстве. Я это понимаю. Вы же понимаете, что их всех или посадят, или поубивают. Вы же понимаете? Нурланд, диктаторские режимы были в том числе и в Европе, и во Франции были, и в Германии были, во всех странах мира это был... Они влиялись только в двух случаях. Или они делали ошибку, или они становились слабыми. Это другой вопрос, сейчас я к этому вернусь. То есть, мир менялся, мир изменился, и мы изменимся. Первое. Второе, когда я игру вокруг идеи, вы знаете, все религиозные, тельные идеи или течения, то же самое, ислам, или взять христианство, как яркий пример, они тоже не сразу завоевывали, они преследовались, сторонников преследовали, убивали, на дыбы вешали. Мы знаем всю эту историю. Тем не менее, миллиарды последователей есть у ислама и у христианства. И репрессии, если эта идея сильная, они не останавливают. Более того, они сметают всех тех, кто препятствует этой идее, если эта идея поддерживается миллионами. Поэтому это не является препятствием. Это не является препятствием. Это просто, я бы сказал, оговорка, что нас побьют, давайте мы по этой улице не ходить. Это так не работает. Поэтому мы будем проводить эту линию и действительно нам нужно добиться объединения людей, объединения и его активности. Вот те самые 80% или 20% или 30% выйдут только тогда, когда они будут мотивированы, когда все эти идеи будут поддержаны, тогда они действительно выйдут на улицу, пойдут строить баррикады и так далее. Даже если бы мы поддержали Касанова, ничего бы не изменилось, пласть бы подделала бюллетени, и люди бы сидели тихо, не сдавались звука, потому что они не являются мощными сторонниками того или иного кандидата, они за него не болели. Эта идея была им и не выношена, они не готовы были, как вы говорите, страдать, потому что они получали свои 50 тысяч индей и считали, что это им достаточно. Когда они поймут, что этого недостаточно, только тогда они выйдут. То есть нужен мотивирующий механизм. Поэтому наша задача этот механизм создать. И мы вот этим будем заниматься. Я вот собственно озвучил, вы сами озвучили свою позицию, я свою. Можно теперь я резюмюру? Да, пожалуйста, давайте. Я хочу сказать, что вот собственно причина, по которой мы начали разговаривать, вы не признаете свою ошибку, что вы не воспользовались вот этим окном, которое нам открылось летом. Да не было никакого окна, был жулик, который был в сговоре с властью. Вы не понимаете, что это было окно? Это не было окно. И сейчас не было бы, тогда не было, это было жульничество власти и Кусанова. Хорошо, как вы видите вообще, что вы будете делать дальше? Вот вы будете агитировать, выходить на митинги, я не знаю, не секрет, их все меньше и меньше выходит. сначала было что-то, потом, когда власть усилила репрессии, сейчас их выходит буквально 100 человек. Если она еще усилит репрессии, выходить будут 5 человек, 1 человек, 0 человек. Что вы будете делать дальше? Это так не работает, иначе бы тот механизм... Это же так работает? Она работает временно, на какой-то короткий период и все. Я еще раз хочу сказать, мир не поменялся бы, если бы это было все просто. Взял, нажал, еще раз посадил, еще раз посадил, мы бы, жили бы, и весь мир жил бы диктаторский режим. Я еще раз говорю, весь мир, все диктаторские режимы поменялись только при двух условиях. Или она делала большую ошибку, поднимала цены, или еще что-нибудь, девальвацию какую-нибудь, или она вдруг становилась по каким-то причинам слабой. Наш режим слабый? Наш режим и слабый. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду подсильным, но мы можем просто говорить, полицейских сил мало, зарплату получают они маленькую. Ну, то есть, если бы режим был сильный, он бы не боялся бы митингов, он не боялся бы, что люди выходят на улицу. Если бы режим был сильный, он боится. На самом деле, они не особо-то и боятся. Я не знаю, может быть, для вас это был секрет, но вот все аульские ребята, они спят и видят, что они работают в милиции, в полиции или в ОМОНе и будут разгонять. Они это за гордость считают. Ну, ладно, для этого у страны нет денег, чтобы, как вы говорите, весь аул отправить в полицию. Это денег нет. Это как раз слабость. Экономическая слабость. Может быть, и нет, но вот те разоблачения, которые вы ввели о людях, вы же говорили о каких-то огромных суммах, этих сумм хватит еще на 200 лет вперед держать полицию и даже в 5 раз больше. Опять же, это так не работает, если весь мир посмотреть. 200 лет. Сейчас, особенно в такой динамике. Я говорю, что хватит на 200 лет денег. То есть, ваш аргумент, что у страны нет денег, он не работает. Он не хватит, если люди действительно объединятся, начнут активно действовать, требовать поднять заработную плату, требовать жилье, требовать еще что-то. То есть, то, что положено. Так вот, я же говорю, они сейчас, в принципе, довольны, понимаете? Вот в чем проблема. И вот, если бы мы сходили, бы все проголосовали за Касанова, был бы взрыв недовольства. А вот сейчас этого взрыва нет. вопрос. Если люди довольны, то есть, они довольны действующим режимом. Так я правильно понимаю? Ну как, этот же режим им дал удовольствие и довольствие. честно, честно, на секунду, доволен в том смысле, что они не будут выходить на митинги. Вот. Вы понимаете, о чем я говорю? Это немножко другое. Это не то, что вот прям доволен и они рады, да? А то, что вот эта вот ситуация, если они выйдут на митинг, им станет хуже, нестерпимо хуже. И они выбирают из двух зол меньше. То есть, все-таки люди недовольны? Просто они пока боятся? Безусловно. Нет. Ухтар, если мы пойдем сделаем опрос, я не знаю, в Италии, они тоже недовольны своими зарплатами. Давайте так. То есть, вы хотите сказать, что наши люди в целом в Италии, знаете, немножко другой пример. Если в Италии они недовольны, они пойдут проголосуют за ту партию, которая, на их взгляд... Да, но они же недовольны зарплатами. Да, но они недовольны, тогда они не голосуют за ту партию, понимаете? У них есть механизм. Если они недовольны, свое недовольство идут, выкладывают через бюллетень. У нас же этого механизма нет. В Италии там, Виталий, ни парки, ни президент устанавливает зарплаты. И поэтому они когда голосуют там, скажем, или за демократов, или за республиканцев, я условно говорю, не знаю, какие партии называются, они просто выбирают какие-то там, кто дает больше социальных льгот или кто дает меньше социальных льгот. Нет, нет. Ну ладно, правительство, они выстраивают экономическую и другую программы таким образом, чтобы в итоге происходило улучшение благосостояния жизни людей. Это существуют непрямые механизмы. В рыночных странах это государство не говорит, мы установили зарплату там тысячу долларов, всем раздать тысячу долларов, вы же понимаете. Они создают такие условия, что большинство избирателей не понимает, как выбор там, условно, одного или другого президента повлияет на их зарплату. Они смотрят на обещания и говорят, так, этот нам пообещал понизить налог, этот нам пообещал повысить налог. Они выбирают того, кто пообещал понизить. Ну, ладно, это не совсем так работает, что иначе все просто на обещания повелись бы. Они как раз и ведутся на обещания. Нет. Люди и кандидаты в президенты, если он становится президентом, они исполняют. Тот же самый Трамп пришел, он выставил параметры, которые он будет реализовывать. Мексиканскую стену построит, бизнес так поднимет, зарплату, социальные какие-то программы. Он их делает. Если бы он не делал, его просто он мог не претендовать на второй срок. Правильно? Любой кандидат, который озвучивает, он озвучивает здравые вещи. Он не будет озвучивать здравые, его разнесут дребезги. Эксперты, специалисты, покажут его низкий профессиональный уровень и вся страна над ним будет смеяться. Так не бывает. Один наобещал, второй наобещал, победил, кто больше не обещал. человек, который просто работает в условной рекламной кампании, в рекламном агентстве он работает. Он же понимает, что его зарплата зависит от количества заказов, которые он принял, сделал, не сделал. Президент имеет очень такое опосредованное отношение к этому. Не совсем. Если президент страны является... Человек, который работает, для него... Не президент ему поднимет зарплату. Ему зарплату поднимет его начальник. Так же этот работник на Западе, люди, они образованы и хорошо понимают. Если примутся законы... Вы не динамковые. Не, нет. Я же... Не совсем. Вы там живете больше, но я тоже жил на Западе. Да, но я вам скажу, люди в целом достаточно образованы, понимают, что если будут приняты негативные законы, которые будут мешать деятельности той компании, которой человек получает заработную плату, значит он будет получать меньше, жизнь будет хуже. и они прекрасно понимают, что их жизнь прямо зависит от эффективности работы как президента, так и правительства. Абсолютно. Иначе бы они не ходили бы на выборы, борьбы не было, миллионы там людей бы не выходили в поддержку того или иного политика. Они как раз таки прекрасно понимают, от их выбора зависит их будущее и будущее страны. У нас этого нет. Я к чему все это логик хотел построить, она здесь какая-то у вас, ну, скажем, неточная получилась. Вы говорите, люди довольны. Я так говорю, окей, они, значит, довольны своей жизнью. Вы же потом начали утверждать, понимая, куда я веду. Они довольны, значит, они довольны этим режимом политическим, потому что это удовольствие, довольствие дает этот режим. Если они довольны, значит, они не пойдут на митинг, значит, они не пойдут голосовать за Касанова. А зачем за Кота в мешке голосовать, когда вот есть Такаев Назарбаев, который им дали хорошую жизнь. Какую-то прям примитивную манипуляцию. Ну, это ваша логика. Вы сказали, они довольны, они хотят. Потом вы, понимая, что это неточность, начали уточнять. Не, они довольны, ну, недовольны, просто они вот боятся, боятся. Вот. Значит, мы пришли. Мухтар, я думаю, что вот, ну, в смысле, с нашего разговора, может быть, не только с него, а может быть, с него наименьшую степень, но, во всяком случае, вы, ну, какую-то точку зрения людей, живущих в Казахстане, ну, для себя открыли. То есть, мы все-таки теперь понимаем, что люди недовольны, просто люди боятся того самого медведя, как вы говорите. Я же, когда оговорился, поправился, то вы сейчас начинаете педалировать ту идею. зачем? Нет, я не педалирую. То есть, я хочу сказать, все-таки люди недовольны, правильно? Ну, это понятно, что они недовольны. Я имею в виду, что их недовольство, вот уровень их недовольства не превышает, вот уровень их недовольства, допустим, там, ну, скажем, условно 10, то опасность хождения на митинги это 30. Ну, я понимаю. То есть, просто люди боятся. Что? То есть, просто люди боятся репрессий. Если бы не было репрессий, они бы пошли на митинг. Резюмирую, если бы не было репрессий, этот режим поменялся бы еще 25 лет назад. То есть, чего нам нужно добиться, чтобы люди прекратили бояться? Нам нужно организоваться так, чтобы мы были сильнее потенциальных репрессий, правильно? Нам нужно сделать так, чтобы или дождаться биологических часов, ну, то есть, да, или же дождаться какой-нибудь их большой ошибки. то есть, или когда... А что изменится? Ну, ладно, вот биологические часы, раз, Лаутн Зарбаев, Лаутон умер. Вся эта полиция и так далее получает ту же зарплату, так же с дубинками будет бегать за людьми. Что изменится? Если люди будут бояться, что изменится? Нет, вы же, вы же, я не знаю, вы, наверное, не помните, ну, может быть, знаете, да, то есть, вот, 19 марта это произошло, да, когда он сказал, что он уходит с поста. 19 марта в 19 часов. Да, вот, было какое-то нереальное воодушевление, то есть, люди там открывали шампанское, забирались в кафе, обнимались, там, братания происходила реально. То есть, на следующий день, конечно, ведро воды было на всех, а вот в тот вечер это было просто счастье. это был момент ослабления власти, ну, на один вечер. И все воодушевились, то есть, появилась вот эта вот энергия, которая бы, ну, если бы еще и еще, она бы могла, допустим, что-то поменять. Ну, понятно. В общем, если резюмировать, просто люди боятся, а так они недовольны режимом, правильно? Ну, да. Ну, теперь мы просто понимаем, что нам нужно работать, чтобы объединиться. Вы просто говорите, я не вижу, что делать. Ну, мы видим. Я буду продолжать. Я просто не вижу, ну, вы не сказали, что будет дальше. То есть, ваш вот этот план, вернее, вы сказали, но он может затянуться, скажем, на пару тысяч лет. Смотрите, Нурлан, 9 июня, вы, наверное, видели в Астане, было много людей, в Алмате, и была настоящая битва, правильно? Там 4 тысячи, только власть заявляет, что 4 тысячи человек было задержано. То есть, в истории независимого Казахстана никогда такого не было, правильно? Это была битва с полицией, люди пинали этих щитых, все прочее. Они сделали, МВДшники, ролик, и хотели напугать народ, но мы с удовольствием это демонстрируем, потому что оно такое дает вдохновение. Это показывает, что люди могут выйти, могут бороться и сопротивляться. Просто нужно, чтобы было больше. Вот, собственно, и все. Вот над чем нужно работать. А потом посмотрите, сколько людей вышло в августе на пикеты, поддержку политических заключенных. Мы же не призывали, они сами вышли. Это вот раскрепощение людей происходит, преодоление страха. Вы посмотрите, вот Асхаджик Сибаев там стоит в Алма-Ате. Он 14 суток стоял, его задержали, он сейчас вышел и дальше продолжает. Вышел, его это не напугало. Это же пример. А раньше этого не было. То есть Оксана Шевчук, там Демеова, там женщины сидят в тюрьме, они стоят, отстаивают. И таких много. И раньше когда такого не было. Я помню, на пикет выходил Дуванов, там тот же Нарымбай выходил на пикет. Еще какие-то... Это другие времена. Тогда не было такой борьбы. Власть тогда так не репрессировала. Был период относительно такой в начале 2000-х годов, когда реально была политическая борьба, можно было создавать партии. Сейчас Френа обезвенилась. Это был момент слабости власти, правильно же? Это не слабость власти была. Это был период развития наших государств, когда люди еще были более активны. И власть, в принципе, вынуждена была терпеть. А потом она гайки закрутила, сопротивления было недостаточно, и они успели отжать. Теперь, когда зажатая ситуация, когда вроде запугали людей, вы видите, все разжимается в обратную сторону. Вопрос только в скорости. Но я хочу ваше внимание обратить внимание, что 1 мая в парке в Алматы было, в Астане вышли довольно немало людей, несколько тысяч. Потом 9 июня, это вот несколько месяцев назад было, за пустой плакат задерживали, теперь люди выходят и выходят и выходят. Это как раз показывает, что действительно настроения в обществе такие, что они требуют перемен. И наша задача, чтобы таких людей стало больше и много. Вот мы над чем будем работать. Ну, мне очень жаль, что, Муфтар, вы как бы, на мой взгляд, совершенно меня не захотели понять, не захотели признать свою ошибку. и тактика ваша остается так. Ну, то есть, как я и писал, да, то есть вы реально наша надежда, но я вижу, что вы делаете неправильно. Ну, ладно, смотрите. Вы делаете бессильные вещи. Я считаю, что с мошенниками играть нельзя. Люди должны ясно понимать. Мы там предложили мизер, там все прочее. Политика, в общем, она не грязная, это люди грязные делают ее грязной. Все просто. Люди должны понимать, почему они идут туда-то, что они хотят сделать, каких изменений. Когда они будут ясно понимать, тогда та опасность, вроде бы, видит, это будет стекло, мост, но ты же знаешь, что это твердое стекло, ты там не упадешь, ты проходишь через любой мост. Есть, знаете, типа аттракционные, есть внизу вроде пропасть, прозрачное стекло, но люди же ходят, потому что они знают, что это мнимая опасность. Так вот, здесь то же самое. Когда люди будут сознательно двигаться, и вот эта вся опасность, которая есть, она будет мнимая. Когда сотни тысяч людей будут осознанно двигаться, понимать, почему они идут, те так называемые пропасть, которые на самом деле не пропасть, а такое мнимое препятствие, тогда будут изменения. Обманом, мизер, карта, играть с мошенниками, с ними что-то договариваться. Мы не построим никогда нормальное государство. Мы должны набрать сторонников, ясно мыслящих, четко понимающих, что делать, готовых сесть в тюрьму, отдать что-то, пожертвовать чем-то. Понимаете? Вот, я даже свой пример приведу. Я это сознательно делаю. Совершенно не идете ни на какие компромиссы. Вы вот... А нет компромиссов? С кем компромисс? Все, что говорю я, правда, все, что говорит Туриханов, Ирунга? Нет. Я хочу сказать, что компромисс, не с кем компромисс. Ну, как можно с этими бандитами? А какой компромисс? Я имею в виду, даже сейчас в нашем разговоре вы подводите итог и говорите, все, что я делаю правильно, а все, что... Нет, ну ладно. Я же спросил, какой выход вы видите. Вы сказали, я его не вижу. Нужно ждать только биологические часы. А я говорю, что мы не можем ждать биологические часы, это ждать, как здесь люди написали, у моря погода. Я сказал, что диктаторские режимы во всем мире падают только в двух случаях. Когда власть ослабнет, это вот как раз биологические силы и другие какие-нибудь там события, там, не знаю, вмешательства других стран. Ну, много разных вещей, когда власть ослабевает, да? И ситуация, когда она делает грубую ошибку. В любом случае, что бы ни происходило, мы должны ждать или того, или другого. А просто ходить на работники, как на работу, это вот, ну, это как, не знаю, в Беспеке там каждый день стоят на площади, и что? Само по себе не произойдет ослабление власти. Ослабление власти происходит как крепость, его надо все время бить, штурмовать и так далее. Во-первых... Я согласен, я согласен. Во-вторых, когда мы говорим ослабление, а что за сильные государства, когда вы говорите, все недовольны, они просто боятся. Сильные государства, когда основная часть довольная, какая-то часть может быть недовольна, основная часть готова бороться за этот строй, защищать. Тогда власть сильная. А если 90%, или пусть даже 80%, недовольны режимом, уже власть ослабла. Что называется, она завтра подскользнется на арбузной корочке. Понимаете? Вот это и был момент, когда единение выбора за Касанова, это и был бы момент слабости власти. За негодяя, за мошенника народ не может объединяться. Что тут негодяй? Понимаете? Народ объединяется вокруг идеи. Если 100%, другой негодяй 80%, то я предлагаю все-таки играть с негодяем, который 80%. Понимаете? Надо объединяться вокруг идеи, а не вокруг человека. Понимаете? Касанов был, это не было идеи. вокруг Касанова. Мы не объединялись вокруг Касанова. Мы объединялись против, понимаете? Против Такаева объединялись. Касанов это было... Касанов в тот же день, как тот же вечер, взял, слил, сказал все, извините, вы победили. Он же участник. Он говорит, не-не-не, вы наблюдатели не правы, и вообще народ вы не правы. Вы, я не знаю, вы... Ну как, Касанов такой. Касанов для этого был избран партнером, чтобы он эту роль сыграл. Он бы другую роль и не играл. Вы же видели. Ну какая ему разница? 90 процентов, 110 процентов. Он бы не смог этого сделать. И даже если бы он это сделал, народ бы его уже не слушал. Вы же не... Вы... Вы не слышите меня? Ну, я с этим не согласен. Ну ладно, ну ладно. В общем, мы тут две точки зрения столкнули, вашу и мою. Я думаю, что и у вас, и у меня есть так называемые последователи этой точки зрения. Мне просто было интересно ее услышать, и я буду искать аргументы, скажем так, чтобы те, кто придерживаются ваших мыслей, ваших... Вашей установки, скажем так, жизненной, чтобы они перечли на нашу сторону, чтобы нас стало больше. Вот, собственно, и все. Давайте мы на сегодня завершим эфир. Спасибо за то, что мы с вами подискутировали. Это наш первый опыт в Инстаграме. До свидания. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.